YouTube вещь хорошая, да и вообще наше все, но не так ведь он удобен, как мог бы быть? Соответственно, логично, что находятся энтузиасты, которые пытаются доработать мобильные приложения YouTube, чтобы все в нем было просто и под рукой. Я уже рассказывал про OneSetKit, а сегодня про подобное приложение под названием NewPipe, которое, на мой взгляд, делает OneSetKit по всем статьям. Ну может не по всем, но я бы предпочел его, если бы у меня был выбор. А он у меня есть. Вот так примерно он выглядит. Тут есть тренды, ну то есть то, что как считает YouTube вас может заинтересовать, подписки, то есть то, на что вы подписаны, что вас точно интересует. Причем можно группировать каналы. Вот, например, такая у меня группа есть. Политика. И плейлисты. Ну просто плейлисты, в которые вы закидываете сами ролики. Давайте какой-нибудь ролик запустим. Первое главное – ролики запускаются без рекламы. Ну вот прямо совсем. Второе – тут есть какое-то количество мелких приятных доработок к стандартному интерфейсу YouTube. Например, видео можно скачать. Причем скачать можно не только видео, но и аудио, и даже субтитры. Далее можно запустить видео в окне. Вроде как классика, любое маломальски приличное приложение дает такую возможность, но YouTube до сих пор не реализовал этой функции в своем стандартном приложении. Можно смотреть и слушать даже при выключенном экране. Ну точнее смотреть можно всегда, а при выключенном экране слушать. Вот так вот удаляется окно в окне. Главная проблема NewPipe – у нее очень много клонов. Приложение достаточно популярное. Я случайно скачал один из клонов NewPipe на плеймаркете, который вырезал рекламу из роликов, но зато вставлял кучу своей. Смешно. Поэтому я вам советую забирать NewPipe с официального сайта. Ссылка в описании. По-моему есть на F-Droid, но у меня почему-то не запустилось. Или запустилось. Я не помню. Короче, где я его качал. Ну откуда-то с сайта. Так, ну и очень быстро пробежимся по функционалу. Тем более, что тут немного всего. Зато есть все нужное. Разберемся с подписками. Сначала на канал нужно подписаться. Да. Главное отличие от OneSkid – то, что тут не надо авторизовываться в своем Google аккаунте. Я помню самый распространенный комментарий под тем видео был, а не стремно ли отдавать приложению доступ к аккаунту. Ну вроде как не стремно, но береженого Бог бережет. И вот здесь у вас авторизации не попросят. А вы как бы заново создаете себе аккаунт и подписываетесь на все, что вас интересует. Меня интересует Теплица. Переходим на канал и подписываемся. Вот у нас Теплица появилась в подписках и заводим новую группу. Политика уже есть, поэтому заведем, например, технологии. Надо только еще какой-нибудь канал добавить. Например, Постнаука. Хотя это не совсем про технологии. Создать. Имя. Пусть будет тогда образование. И выбираем подписки. Теплица. Постнаука. Все. Теперь можно раздельно посмотреть, что нового у нас появилось на политических каналах. А что на образователях. Если хотите отредактировать группу, нужно нажать и поддержать. Добавим в образование популярную политику. Тоже в каком-то смысле образование. А можно посмотреть все в повалку. То есть все, на что вы подписаны. Так, теперь по ролику. Внизу, тоже, кстати, удобно, есть закладка с релевантными видео. Есть комментарии и закладка описания. Причем она включает дополнительные поля, например, теги. Ну и как я говорил, ролики можно добавлять в плейлисты. Видео можно запускать в фоне. Тогда будет идти только звук. И по ролику есть минимальные настройки. Субтитры, не субтитры. Поделиться. И так далее. И можно выставить скорость воспроизведения. Даже тон, видите, регулируется. Ну и вроде бы все. Плейлисты у вас здесь. А больше вроде здесь ничего и нет. Конечно, вопрос с рекламой в YouTube спорный. Многие авторы живут в том числе за счет монетизации роликов. Но я при этом прекрасно понимаю людей, которые устанавливают блокировщики рекламы, потому что невозможно. Поэтому, как вариант, поддерживайте любимых авторов прямыми донатами. Ну и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.